Для прайса, для получения бронзовую медаль, потому что это все еще медаль И получать возможность быть на сцене, когда турнир будет закончен, и просто стоять как эти три парня Я думаю, это будет достаточно для меня, чтобы попробовать, чтобы получать это Неожиданный врыв просто Антона на трансляции на интервью Квейкона Он сказал, что все-таки третье место это третье место, это все равно медали И очень круто стоять на сцене втроем после завершения турнира, это какое-то прикольное чувство, как я понял Он английский, к сожалению, на уровне третьего класса, так что иногда прощайте меня К сожалению, я услышал только, что будет интересно Конечно, не пройдя полуфинала и, как вы догадались, матч за третье место coming up То есть ожидается скоро С одной стороны, играть уже проще, морально, потому что ты уже борешься не за гранд-финал, кубок ты уже не возьмешь Поэтому ты просто играешь ради того, чтобы получить просто больше бабла Поэтому в этом плане, хоть и спустя рукава, потому что ты типа как бы не за первое место играешь Но у тебя уже нет такого дикого волнения, типа, ой, блин, сейчас я солью, кубок поднимет не я, а другой чувак Там, я опозорюсь, в финале облажаться не хочется, остановиться в шаге тоже не круто И я думаю, для Антона, как он, собственно, и сказал, третье место это тоже хорошо Просто играешь, чтобы получить другой кубок Ждем начало, я, кстати, не ожидал, что они начнут вовремя, потому что у них там в расписании было написано, что будет Quake World Но, слава богу, что его на стриме не будет Поэтому и вашему вниманию представляется борьба между американцем Дахангом и русским Антоном Сеньговым Плюс чат, если вы не знаете, кто такой Кулер, ну, до этого стрима, конечно же Спасибо, hello, dad Еще раз напомню, что Кулер занимает 15-е место в рейтинге больше всех заработавших среди русских киберспортсменов в России игроков Да, 15-е место, надеюсь, я правильно выразился Да, вот Чатик, всем привет, здравствуйте, надеюсь, вы видели вчерашние матчи Очень надеюсь, что вы их посмотрели Если нет, обещаю вам, что вы получите удовольствие, если посмотрите у меня их на ютуб-канале И думаю, сейчас самое время посмотреть очень интересный ролик, который я очень люблю Который сделал один очень крутой товарищ Если вы его не видели, он вам понравится Посмотрим Это все зависит от этого Который матч Который фраг Который победитель Производитель Который поддержка mais, 20 лет insists Дарней Эспорт Субтитры делал DimaTorzok Калинка моя Субтитры делал DimaTorzok 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 Что-то в районе 12 ночи Так что через 4 часа вроде В старом квейке Кулер конечно великолепно считал Умудрился считать там чуть ли не желтые арморы Немножко лагов Главное чтобы это Пожалуйста чтобы это не отразилось на интернете Дальше всего проблемы именно в первый день Даже на дримхаке в москве с интернетом в первый день были проблемы На второй день было все нормально Странно Красиво сейчас отстреливался ракетами Антон во время падения Но столько дэмэджа получил На самом деле ему повезло что он вообще коснулся земли Живьем Атака Инвиз Покеджамп хорош Мега отличный тайминг Блестяще считает Антон Девайса считать надо Он видел Инвиза у противника нету У Антона он почти откатился Но вот последний ракет он сейчас заюзал не туда Если бы он дожал Допрыгнул бы до следующего этажа до моста Скорее всего Пошел бы в Инвиз и начал бы атаковать уже шафтом Противник Инвиз почти откатился Кулер идет в атаку Хороший шафт Отличный фраг Селает Антон Сеньгов Сакрифайс после дуэлей Ну я надеюсь на самом деле Просто то расписание которое видел я Там написано что наоборот Ладно увидим На этом квиконе Непонятно вообще ничего Вижен за Дахангом Такая контрастная картинка очень сильно сбивает Честно очень тяжело на нее смотреть Такая огромная разница Особенно когда после этой включается та Мимо Один хп Очень странно что дамаг Не проходит во время падения И Рокет не получилось делать Борется Даханг за свою жизнь до последнего 14 хп он еще берет в руки рельсу Когда противник был так близко Сейчас очень рисковал американец Майлик Майлик один хп кстати уже делается Он уже в разработке В последнее время С Мега вернула Есть еще один рейл Он должен начать Сделать какие-то Эти удары В том числе В том числе Ну долго целился Даханг Прежде чем попасть Вот те столбы которые расположены Около меги Они очень помогают Уворачиваться от этих шафтов Особенно если играешь тонким персом Ты просто прячешься за них И бегаешь право в левую Тяжело попасть Ужасно тяжело Они помогают Интересно будут ли карты периодически переделывать Менять Типа изменение баланса Там какие-нибудь телепорты Местоположение предметов Вот самое главное Чтобы предметы не меняли Карты пускай как угодно переделывают Вот предметы менять ни в коем случае не стоит Потому что каждый раз запоминать Что куда поменялось Он сейчас на верхнем этаже Он пускает противника на красный Но даже не штрафует Убегает Побежал он за мегой У него броника нет Такий джамп Даханг серьезен Послешь руки джампы делать Не каждый отважится Он промахивается Уже была за ним Сейчас Даханг очень быстро пойдет К красному Инвиз Как хорошо спасает Инвиз Вполне не Кулера его От неожиданных встреч Что со Слэш Что со нарки Вообще с любым персонажем В принципе Не все время он играл за него За нее Оу Видно что Антон выспался Видно что играет бодрее, увереннее, свободнее Хотя Хотя пока Какого-то Доминации Не видно Саддэс идет Двое лишь По одному фрагу было сделано За пять минут Даже за семь минут Ух Ух Странная камера Ничего не показывающая Ну Ну Антон Давай Вперед Красный берется Как раз сейчас очень легко Практически Практически Без демеджа Ну и да, хотя от красного Практически ничего не осталось Практически В общем В целом Игровая ситуация Для него Первая более богоприятная Чем небогоприятная ИAST Сейчас Будем Обглядывались Существуется На - delgas Ее Не получилось у него бить шафта, а Ханг делает важный фраг на третьей минуте Саден Деса и на восьмой минуте этого матча. Вот когда мы с Антоном первый раз попались в поиске, первый же фраг, который я сделал против него, когда я стоял за углом. Холлер недоволен, конечно же, собой. Хуже всего, когда ты понимаешь, что должен, понимаешь, что можешь, хочешь, а не выходит. Это даже не так обидно, как когда просто тебя переигрывают в хлам и ты сделать не можешь ничего. Как не быть уверенным в своих действиях, в своей победе и стрельбе, как Никулеру с его опытом. Никс на 40. А вот это, кстати, было красиво. Я не обратил внимание, сколько осталось время до Инвиза у Даханга, но, наверное, если пара секунд, то он, значит, сделал ошибку, потому что надо было прыгать на песочные часы. Видимо, он хотел бронь забрать, а потом песочные часы. Так все обычно делают. Может быть, просто не посмотрел. Странно, что он еще, кстати, не слышал противника внизу, который стоял с шафтом. Меня больше удивляет. Нет, наперед лучше не выстреливать лишний раз. Рокеджамп можно сделать, если что. Как же долго он здесь халдит. А потом, когда он не сделает, то он будет свободно вернуться домой и разобрать эту армию. Я знаю, что ты там, я знаю, что я не ударю тебя. Я оставлю тебя, но я вернусь. Ха-ха-ха. Опять. Уже две ульты в никуда востреливают. Кул. Только хвост, наверное, сейчас было видно. Ха-ха-ха. Спрыгивающий. Там есть скин специальный у Сорвага на более длинный хвост. Сотка! Он наступает. Еще сотка! Это уже опасно. Блин, как же он позволяет противнику просто подходить к себе в ближний бой и просто стрелять в лицо себе, грубо говоря. А в ответ такой же урон он не наносит. Причем это за слэш. О май гад. Я тут подумал, а что если слэш не должна прыгать обычной распрыжкой, как в квейке? То есть, она умеет кататься, но обычно эту распрыжку может быть и как-то это убрать. О май гад, какой круг он сделал красивый. Но в круг, естественно, заходить смысла не было своей ульты. А Ханк теряет сейчас персонажа. У Лера буквально 5 хп остается. Очень бы хотелось видеть цифру хп. А, 13 хп. Ну, только у двух человек в чате лагает, у остальных нет. Так, пардон. Я замечаю, что абсолютно все, кто прыгают на рельсу с моста, все делают это за два прыжка. Ну, то есть, первый прыжок и второй от стены. Можно же за один прыжок это делать. Это быстрее и меньше времени на это тратишь. Причем безошибочно. Просто подходишь к стене и прыгаешь. Низ, хорошая сфера. Блин, кстати, было бы клево, если бы сфера могла попасть в Никс в Астралию. Ну, был бы элемент случайности, но это происходило бы крайне редко. Можно было бы такую штуку добавить. Еще сфера. Та рейнджер откатывается очень быстро. Даже без часов песочных. Вау, сотка. Хорошо, он стреливается на плюсбэке. Слева. Противник уже заранее ждал, что он здесь стоит. Вы видели? Сколько же лет мы уже наблюдаем за Антоном на турнирах? Насколько привычно на него смотреть? Это за поездку в Америку, видимо. Шайтан, шайтан. Да-да. Турнир шел так долго, что уже борода отросла. Нин-один. М-6. Ну, стоит, конечно, сейчас постараться. Очень постараться ради вот этих ключевых раундов. Здесь каждый раунд, каждый фраг играет слишком большую роль. О, хорош, 93. Отличный выстрел от Даханга. О, рандомный, конечно, он случайно попал у Антона. Но контролька шикарная. Слева-эшет прекрасно. Раз. Отличное, кстати, чувство тайминга. Три великолепные ракеты приводят его к абсолютно безоговорочному фрагу. Ну, четыре в общей сложности. Мимо? Вообще не туда. Ракета у Даханга получается лучше, однако. Ракета у него посильнее, чем Рэйл, по крайней мере, в тех матчах, что мы наблюдаем сейчас. 80, 45 рискует Даханг. Не стоит тишний раз высовываться, можно легко получить по голове. Мега за ним. Роник раз, сверху второй, и Даханг отъелся хорошо. Не знаю, как на тренировках и все такое, но, по-моему, Антон за них сыграл довольно мало. Естественно, я уже немножко не запоминаю, кто какие сетапы чаще берет. Но помню, что он очень большую ставку на Рейнджера делал. Что-то было явно неожиданно. Очень красиво, кстати, сейчас Даханг. Ну, я, конечно, сейчас могу долго рассказывать, как он это сделал. Ну, ладно, потом расскажу, может быть, в перерыве. Мне очень понравилось, вообще, в принципе, как он разыграл момент, когда Никс вышел из Инвиза, и он стоял на верхнем этаже, продолжал ждать очередного подъема противника, но не дождался, пошел дальше вдоль коридора, причем очень тихо. И он по-прежнему мог подлавливать оппонента на джампаде, и при этом стоял сверху, и слушал хорошо то, что находится около столбов. Причем явно, что не просто так стоял, а именно контролировал эту вот область, она была полностью защищена им. Оп! Вы видели, как потемнело в глазах у кулера после этого рокеджампа? На самом деле, это очень сильно сбивает, но надеюсь, что когда-нибудь и это немножко откалибрует, пофиксит. Очень бы хотелось больше внимания уделять им на стрельбе, и вот сейчас промахивается Антон в спину, хотя, казалось бы, не самый сложный рейл был. Наличие противника в этой области он не знал. Красный. Без руки джампов. На следующую мегу еще можно успеть, времени полно. Антон делает очень много микродвижений мышкой, еще со времен 90-х годов он так делал. Очень-очень-очень много микродвижений. То есть мышка во время каждого прыжка двигается по там, по 3, по 5, по 6 раз. Микро-микро-рывками. Если приглядитесь, заметите. Это просто какой-то выработанный стиль, я не знаю, особого какого-то плюса в этом нету ни в чем. Главное скорость. Атака! Антон когда зашел в телепорт, сейчас не понял, где находится противник и потерял его из вида. Хотя казалось бы, он зашел прямо за ним сразу же. Полминуты до конца. Антона 25 секунд, чтобы сделать фраг, и это очень опасная ситуация. Руки джамп наверх, 61 хп. Мега за противником была только что. Придется прыгать. Нет выбора. Придется сейчас проводить атаку. Немного спама. 35 хп у Антона. Что же делать противник шафтом внизу? Это очень опасно. Рельса попадает Антон. Отлично! Инвиз. 5, 4, 3. Инвиз от противника. Ну... Нет! Его еще и убили в конце. До Ханга. Знаете, что мне понравилось? Раунд заканчивается, и просто через полсекунды показывает До Ханга. До Ханга на кресле катается. Ой, блин Ой, ладно, следующий раунд начался Так, смотрим от кулера Вспомнился МС в Старкрафте Который во время замеса пил напиток какой-то через бутылочку Ну, поздно, конечно, в атаку пошел Антон Можно было пробовать это делать раньше Разводить оппонента на инвиз В любом случае, инвиз включался бы врагом в последнюю секунду после завершения инвиза Антона Кто играет часто за Никс Очень хорошо чувствует тайминг выхода ее из инвиза Даже если ты играешь против нее Поэтому в этой кваке ужасно важно Играть всеми персонажами и чувствовать способности каждого из них Хотя бы просто для понимания Хорош 25 брони Побольше бы армора Спасибо, король, большое Ставит Антон Может быть не стоит так сильно-то рисковать Пахая позиция, надо ее менять Уходить отсюда и даже лучше не пытаться перестреливаться лишний раз Просто получишь две рельсы, прыгая на столбиках за сорога Там уже промахнуться оппоненту вообще невозможно Надо как-то подлавливать Просто Никс-то более маневренная Более шустрая И попасть в нее труднее Надо где-то подлавливать врага Так, сейчас Оу, чуть не было так, что телепорт килла Какой дикий шафт, господи, что ты делаешь, Антон? Блестящий шафт, блестящая стрельба Отличная просто Мигра даже хочется сказать Но здесь нету микроконтроля Здесь несколько другие понятия Но все-таки Зашафтиво просто по-царски Хотя модель немного подсвечивается Но когда стреляешь в шафта, ты даже этого не видишь Воу Если попал в третий рейл, это было бы просто круто У нас сейчас мало хп Какой неожиданный врыв со стороны противника до ханк Этот парень вообще не боится Но он думал, что он быстрый Резкий и дерзкий, что он успеет забрать красный Антон его немного опередил Сейчас Мега будет на нем Ждал и ждал, когда Ну, топовые игроки из ВК-3 Из Квиклайва Так, 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 так Хорош Отлично Ну, зажимать противника в угол не сложно Но до ханк сам туда встал У него было время, кстати, оттуда уйти Тем более за слэш За секунду его бы уже там не было Аааа, минус рельса К сожалению, он не попадает вторым рейлом И первым Хотя ракета наперед была сочная Можно пойти сейчас на второй этаж На третий После взятия красного Только не отдавать Нет, блин, блин Блин, он тут уже был тайминг на прошлый красный Он только-только его брал Он его подарил врагу Я не подарил Рейнджеру до ханга Ханга последний персонаж Нужно убить трех Остается 30 секунд Но это практически невероятно нереально Поддать два перса сразу Хотя такое мы видели И не раз Ой-ой-ой 20 секунд Давай без руки джампов, а? Фух Ну, слава богу 2-2 Заставляет Антона банерничать Не, ну Хэвик-то понятно, ему не нужен Кстати, я знаю Откуда у тебя взялось выражение Хэвик Ну, Хэвик Я понимаю, что Хэви Армор Вау Хорошая ракета наперед Вау, еще рельса в спину Аптека Еще одна Как-то очень неожиданно Даханг начал давить с самого начала раунда Он попал ядом Ну не лагай Зарано, что Антон, когда сейчас был в этом месте Он не слышал противника сверху Там такие отчетливые прыжки Никс Столба на столб Когда Аппонент прямо над тобой Его очень хорошо слышно Даже когда под мостом стоишь Если противник на мосту Там ошибиться вообще нереально со звуком Антон Ушел без дэмэджа Хорошо Даханг Тратит Весь свой броня, которую он только что взял на руки джамп Но это ему ничего не дает Антон отсюда тоже уходит Красный Кулер уже третий девайс подряд отдает Хорошо Хорошо Три минуты до конца основного времени Это последний раунд для ТМ6 И чем ближе к концу, тем опасней Так, Улев сейчас сверху К ульту он не попал Куда он не выстрелил вообще? О май гад Нет, только не это 80 Как он успел выстрелить в последний момент Хорошо, что запас по ХП был очень удачный 29 осталось 5 армора Вот кулеру сейчас надо быстро восстанавливать свой запас За 40 это очень трудно Все аптечки жрать, какие только лежат на экране Ну ладно За нижней он сбегал Здесь можно взять еще одну Красной брони у него сейчас не будет Вот же аптека Бери-бери-бери Пока есть возможность А, он услышал Смотрите, как грамотно поступил кулер Он послушал, куда сейчас враг побежал Когда увидел его в эту придачу Понял, в какую область он может пойти И похилился нормально Все броники съел Все меги на карте до единой И вот теперь можно спокойно драться за любой девайс И вообще ему спешить, в общем-то, опять же Тоже не надо было 150-100 Ну, что может сделать слэш против 150-100 Надеюсь, кулер хаудить целую минуту не будет Хотя это тоже такое сложное На самом деле умение Непростое мега за ним Вообще все прекрасно Опять ульта восстановлена Внимай Сейчас будет давить до Ханг 50 секунд до конца Почему сейчас у кулера экран покраснел, когда он на таком расстоянии был от ульты Ладно, следу Мега Хочется взять Ой, к стенке Антона сейчас прижимают Хорош! Отличный шафт 30 секунд до конца И теперь нужно сделать до Хангу чудо Каким-то необыкновенным образом нужно Придется рисковать Ему придется юзать ульту для того, чтобы убить Сорога Поэтому сейчас до Ханг нужно подходить ближний бой Искать кулера и просто ломиться на него ультой Но они разбежались в разные стороны До конца 10 секунд 7, 6, 5 Противник снизу Антон! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Красивая концовка Я просто боялся, что сейчас рейнджер разворачивается такой, выпускает ульту Антона ваншотает Но у него все равно перс был в запасе Как минимум один Блин, это было бы так красиво Такой встал Ну все, гг Антон поплевал на него сверху Блин, какая красивая подсветка Мне очень нравится, как оформлена студия Как будто реально ты попадаешь Квейк Логотип клево светится Зеркальное такое все Круто, очень круто Хотя как именно выглядит сцена, непонятно Вот видно, что слева там какой-то большой экран Здесь два экрана Здесь видимо игроки, там зрители Ну-ну-ну, левее А, вижу, там вдалеке стоит море компьютеров Во всей этой темноте То есть освещения тут вообще практически нет И карта руины Не GSL, конечно Ну да Не, мне все равно очень нравится Красиво Что ты пропустил? Ты пропустил все Весь чемпионат мира Ну да, нужно уметь отдавать девайсы С целью получения как минимум тайминга и местоположения противника То есть И правда, брать их Не обязательно Особенно, если ты играешь за сорвала Ты можешь позволить себе отдать лишний девайс к противнику Можно 150-100 это тоже замечательно А вот если ты Никс Противник сорвак Тут-то, конечно, все девайсы давать подряд не надо Очень интересно, когда будет гранд-финал Так, видимо, уже пошел отчет До двух побед по картам О боже, они наконец-то показали сначала Спасибо Даханг на слэш Ничего, кулер менять не стал В зависимости от карты Великолепнейший рогет от Даханга Просто великолепнейший Было ощущение, как будто он стоит сейчас на месте И просто, знаете, мышкой так вправо Влево Наверх Чуть-чуть вниз Показал пальчик И побежал Отличный рогет от Даханги А, он услышал выход из Инвиза, по-моему А, нет-нет-нет, не посмотрел на льду Просто с Икс-Реем не всегда понятно В Инвизе человека или нет надо смотреть На льду проверять Выбор сейчас немного хп Явно Сейчас будет скоро мега Даханг хорош Но побеждаемый он Побеждаемый Не вижу пока ни одного какого-то качества в нем Так, на второй взгляд Который говорил бы о том, что он действительно сильнее Ну в чем? В чем он может быть сильнее? Так, противник сверху Инвиз Это был интересный маневр, почему он завернул влево Безумно жду Дримхака по Квейку По-моему, ракета, которая сейчас выстрелила Даханг Не позволила Антону Сойти нормально в этот проход Для красного И увернуться от рокета Его рокет прям в спину попал Мне кажется, первая ракета его немножко отбросила Минус еще один фраг от кулера Антон Это вспоминается песня Остров невезения Адаханг, да Если оговариваюсь, сорян Тиммер мало спал сегодня Подримхака по Квейку ожидается Вот после первой же сотки вообще не хочется сражаться с врагом Какая лютая скорость просто игры Вы только гляньте Ничего не хочу сказать, но по-моему, слэш слишком быстро Просто пипец Как видите, игроков, которые играют за слэш, стало появляться гораздо больше А Ханг же, кстати, выбрал эту карту Ну, нормально Это должно устраивать На этой карте очень много отыграл Мимо... О, шафт отличный! Да мать! Блестяще И красный за ним Возьми, да? Не оставляй врагу Никогда не забуду, как на одном турнире Лежала мега И... Лежала она, короче, минуты две Никто ее не брал вообще абсолютно И каждый из игроков думал, что дает ему Ее другому И две минуты она лежала на карте просто И никто ее не брал Как ржал весь чат тогда, я просто... Я сам умирал просто от смеха За две минуты никто из игроков ни разу на нее не посмотрел даже, что она лежит Хорош А Ханг очень вовремя как-то выходит Вовремя стреляет И вовремя отступает, что самое главное Тяжело понять, то ли он собирается давить, то ли не собирается Ой, ну вот такая вот просто неприятная встреча из ниоткуда Вроде прыгаешь, ничего не предвещает беды, потом фигак, ты встречаешь врага и сразу ракета в ноги Ну, в этом косяк Антона, что он не знал, что враг может пойти с того направления То есть вообще не знал, даже близко Просто ракета из ниоткуда попала О, хорош, вот это выстрел от Даханга Ну, сейчас Кулер в комнате с желтым, понятно Нет-нет-нет, Инвиз Беги, глупец, беги Ой, нет, это фраг По-моему, сейчас этот раунд будет за Дахангом Поймал он какую-то удачную волну У него голена, у Гулера рейнджер Ага, тотем Похилился он И Даханг делает фраг с помощью Тотема, который дал ему гораздо больше хп 2-0 в пользу Даханга на руинах Да, можно Ай, Антон, Антон Ну че, шестьсотка рублей Возьмем или отдадим врагу Даханг че, не обратил внимания, что противник слева Антон за ее ульту не попал В них с... ой, в слэш очень трудно попасть на такой скорости В принципе, этой ультой Ну а кого брать-то, в общем-то Кого? Вот тебе и бафнули броню слэш Сколько народу за нее играть стало Ты и стрейфится, народ на нем научился Там и Клоус, и Токсик, Сайфер, Даханг Даже Рафа брал слэш Вот буквально месяц назад за слэш играло 2 человека Блин, а такая сетка была для Антона халявная, реально Вот просто халявная Ну, слава богу, что в финале уже Есть в любом случае хотя бы один человек из СНГ Вся красота будет именно в этом Прекрати так стрелять Тут Даханг разогнался Кулеру постав... Пора бы уже поставить противника на место Дать ему нормальный отпор И начать нормальный контроль от девайсов Я очень хочу посмотреть статистику Подбора девайсов и попаданий Мега за Ханга Красиво Ох, кулер там хаудит Не видел? Не, не видел Какая аккуратная игра пошла, а? Вот это мне нравится В начале турнира, кстати, было примерно так же Потом некоторые расслабились Много спама Хороший спам от Даханга И Антон опять пошел за красным Точнее на первый этаж В подвал, если быть точным В минус первый этаж Ой-ой-ой, не очень хорошая позиция Куча ракет Опасный 25 хп Антон не попадает Даже сейчас ракета И 17 хп остается у врага Слэш выживает У Даханга И приходится брать, конечно же, Никс Вау Минус 50 хп Кулер отдавит Инвиз Даже когда выходишь из Астрала Ты все равно палишься Противник слышит, где ты вышел из него 79 хп Барри сам может ваншотнуть Антон пошел за красным Уже не ваншот нет Привлек внимание Эй, смотри, я беру мегу Ух ты Вот эта скорость А, это потому что он ульту прожал Нет, не услышал Вот этот коридор очень хорош, кстати, для использования ульты Слэш Очень хорош Еще одна мега у Даханга Третья подряд, по-моему Блин, засматриваешься, конечно, на этот геймплей Отвлекаешься от главного 30 секунд до конца Антону надо делать фраг Неужели никак, Слэш, не убить, а? Инвиз Агрессия Но слишком рано Он мегу забрал Мимо рейл Мимо рейл 20 секунд 20 секунд 15 Справа Ракета, раз Ну, дави же Че стоим-то, вперед Цыгель Все, убежал, Слэш Че стоял сейчас в конце, я вот этого и не понял Ух Фантастик Сейчас смотрю, как Дахан качается в кресле И я понял, что мое кресло вообще так не качается То есть на нем нельзя вот так вот крутиться Оно крутится само по себе, но это усилий пипец каких-то надо прикладывать Тайбрейк 1-1 Америка против России Кто кого Узнаем совсем скоро Спасибо за голосовалку, кстати На ГГ, участвуйте, пожалуйста, в голосованиях О, Вайми, вижу, ты пришел На, не страдай Во время финала разыграю среди вас 50 премиум ключиков На ГГ Для кучи, с кучей плюшек Блин Только сейчас вспомнил Вот честно забыл Вылетел из башки во время начала турнира Хотел разыграть Ключ для Квейк Чемпионса Во время всего этого чемпионата И только сейчас вспомнил Блин Просто вылетел из башки Надо было в основном анонсе было написать И в течение этих двух дней Вам об этом говорить Ну просто сейчас Это будет Немножко не информативно Что выбило из башки А, СТ, РФ, САЖ Тебе кажется Так, я в чат кидаю ссылку на турнирную таблицу В которой все спойлеры И вот эту ссылку всем квакерам рекомендую запомнить Потому что это единый портал По таблицам всех игр Всех чемпионатов и всего Советую сохранить себе очень Потому что часто спрашивают Где сетка, где сетка, где сетка Если увидите кого-нибудь, кто задаст этим же вопросом Кидайте ему ее Ну, по крайней мере, по Квейку Там, если на главной странице сверху щелкнуть На логотип, можно выбрать любую игру Сейчас я, наверное, даже покажу Вот вы заходите на сам Team Liquid Выбираете любую из игр Здесь, кстати, пока что Почему-то Так, стоп, уже раунд начался А, уже начался раунд Ну, короче, в общем, я научил вас пользоваться интернетом В общем, изучайте Так, ЗТН Ну, на ЗТН-е я даже не знаю, как не пророчить Антону победу Просто потому, что на ЗТН-е Антон всегда играл Классно Знаете, мне кажется, какие карты еще тоже будут очень актуальны Вот та же турне 2, которой уже давно нету в Квейке Ну, в официальном маппуле И вот давно уже не играют Там, с 2003 года, наверное Вот в этот Квейк, мне кажется, она должна зайти Ну, тот же Corrupted Keep же нормально зашел На ЗТН-е кулер Насколько я помню Сейчас, сейчас, я вспомню На Медиамаркте очень классные игры были Вообще, все игры были там интересные На ЗТН-е пару каток мне запомнилось отдельно Когда-нибудь пересмотрите Финал, кстати, Медиамаркт Лана есть Записи Но кто пропустил, не видел Когда он с Сайфером в финале играл Вообще, финал был очень крутой М13 я тоже очень жду И посмотришь на кулера, все время рассекает на Сороге По всей карте, причем Мне все равно кажется, что для него это немножко непривычный до сих пор стиль Потому что он, по сути, всегда играл в ВК-3, а ЦПМ Это все-таки ЦПМ Так называемый Банни-Хоп, как вы это называете Хорош, две ракеты блестящие Третью не получилось сделать Хотя, не попал он ее буквально в упор Противник очень поздно, кстати, пошел в инвиз Видимо, Даханг все хорошо рассчитывал Ну, он учитывал интервал выстрела рокетов Не волновался Если он успел даже переключиться на Рейва выстрелить Минус мега Ну, давай Эх Броник, спасибо Страфует Антон Рисой промахивается Хотя вот сейчас можно было так хорошо попасть Проще всего попадать в игрока, который прыгает Который в прыжке Не попала сейчас ракета, хотя летела прямо вот реально в лицо Но, видимо, Кулер увернулся от нее О боже, сколько шафта Антон сейчас съел Он потерял 40 И сразу же после респа чуть не отдал Никс КП он сейчас быстро пополнит Но с Никс по хп легко сравняться Ракета, найс 25 хп Остается, Кулер делает агрессию Очень рискованную И за секунду до появления меги появляется сам Даханг просто взял, развернулся спиной И ждал мегу Прекольно Что за дырка над мегой? В смысле, сделали дырку, чтобы можно было простреливать мегу О май гад Спасибо, хостейдж Чатик тортики, пожалуйста, этому господину Антон, кстати, хорошо сейчас на самом деле по карте В принципе, ну, двигается уверенность За девайсы борется Но вот каждый раз, когда он прыгает на красный Уже который раз я замечаю Он его забирает ненадежно То есть, видимо, надо от его лица просто посмотреть В тех ситуациях, когда можно его отдать Или хотя бы подраться за него Он его прям Старается именно взять Причем, как будто, знаете, вот несмотря ни на что Но каждый раз для него это в минус выходит Ракета Еще 85 Тотем Время кончалось Вау На время даже я не успеваю смотреть Просто засматриваюсь стрельбой перед движениями по карте Антон даже против Нейлгана не боится Сейчас, ну-ка Вау Вот это было сочно Жалко, сейчас не показали момент, когда он прыгал на красную Когда в него Нейлган заезжал Но там фрага не было, поэтому не стали просто показывать Момент был интересный С помощью сферы легко взять красный Еще можно обманку делать Выпускаешь сферу на красный Выходишь с верхнего этажа Ой-ой-ой Какие ракеты Даханг Ой, Даханг убивается сам от 40 в ближнем бою Ну, знаете, вот по этой игре после третьего матча Я уже, наверное, с уверенностью бы сказал, что Даханг действительно заслуживает третьего места как минимум Что-то вот, конечно, в его игре Так, опасный момент! Даханг сейчас очень неаккуратно сыграл Ужасно неаккуратно Вломя голову прыгнул на красный, хотя даже не убедился, где противник и стоит ли он там Раньше на выходе из телепорта ты со скоростью вылетал и за один прыжок спокойно брал красный Сейчас это приходится делать несколько по-другому Тем более Галена С этой скоростью Так, кулер Все, верхний этаж за тобой Либо противник пойдет в телепорт, либо будет выходить на рейлган Он тонна все оружие на карте Нет ни одной пушки, которая у него не была бы подобрана И он сейчас отдал, кстати, рейлган противнику Мега Отлично Спасибо, дружище Вот это врыв Это была сфера, кстати Он телепортнулся, видимо Да, телепортнулся, хорош! Хороший фраг от Антона Найс Что это было такое? Антон, что с тобой? Господи, хоть гифки делайте Что это было? Кому он это показал? Это он себе план на следующую игру Так, прямо, потом А, это он себе план по затею нарисовал Прямо, налево, потом направо Домой! О, господи О, боже мой, сколько спама Да врывайся уже! Один HP! Боже! Только что было 150 хп И Даханк разворачивается После взятой аптечки И убивает шотганом в спину Антон не успевает подобрать аптеку Антон не ожидал, что противник сейчас пойдет в контратаку Это было для него очень плохим С течением обстоятельств еще минус один фраг отдает Антоха И становится счет уже неприятный для третьего раунда Карты ЗТН Остается Рейнджер Еще раунд в запасе Но, блин, ну не за одну же минуту два персонажа отдавать Хорош Опасно! Блин, в лесу попадает Даханк Ну хоть я то промазал И то спасибо Сотка! О, мой боже! Даханк просто заранее ждет и... Ну как же везет ему четко, он подлавливает Ну, смотрите Раз Два Три Четыре Блестящие рокеты Даханка Удивительно крутые ракеты Реально очень качественный рокет у него Чем-то Серафол, кстати, даже напомнило его лучшие годы Двадцать или тридцать тысяч баксов Прямо сейчас, в течение ближайших пары минут Мы узнаем, кто из них, сколько денег домой увезет В чью страну отправится бабло Не хотел бы я за пару минут проиграть шестьсотка рублей И вообще, как бы, на пьедестал встать в топ-3 Тоже было бы очень неплохо Потому что четвертые места обычно Не особо так запоминаются, записываются Топ-3, это все-таки топ-3 Налог тридцать пять Вам бы только налоги считать Может, налоги на себя организаторы берут Откуда вы знаете Антон врывается агрессивно Ульта Но Никс опять уходит в инвиз Звука джампада не было, значит, Никс за ним не гонится Интересные паузы, сейчас Антон выждал Дахан к видео, тот мув, то, что кулер вернулся обратно Красный Ульта в инвизе Ракета Двойной прыжок Отличный фраг в воздухе Блестящий Двадцать семь хп Антон, бери быстрее аптеки Внизу еще одна, сверху две песочные часы Направо, налево, прямо налево, направо по коридору Там идешь, все хорошо будет Немного искр Галена Инвиза у нее нету Куда Куда он ракету влево сейчас выстрелил, вы видели? Даханк Найс Вы видели эту ракету в сторону джампада вообще? У него уже фобия На самом деле, честно скажу, очень часто ты путаешься, какой персонаж у врага Я лично иногда забываю, кем я играю Я не удивлюсь, кстати, если с Антоном и вообще с другими игроками периодически тоже такое происходит Ну, очень быстро меняется игра Нужно постоянно проверять, кем он играет В голове держать, кем он играет Еще правильно думать, как отыгрывать против этого персонажа Очень грамотный, сейчас выход от Даханга с шафтом Рисой, он промахивается, сфера Руки джамп Если бы сейчас было побольше... Ой, господи, что я сказал? Короче, если бы сейчас было побольше хп у Антона Можно было выйти и попробовать с лицой убить, пока противник находился в воздухе Но у Антона было всего 56 Две аптеки были сзади Ох, блин Ульта у Даханга откатилась Ни одной сферы, которую ваншотает, мы не видели Ни одной По крайней мере, я не помню Еще сфера Даханг заходит на третий этаж Ультой не попадает Антоха Но очень много шафта съедает американец И приходится отступать в сторону аптек Антонова мог бы здесь подлавливать, но не стал он этого делать Красный, 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 красный Господи Иисусе, какие перестрелки Даханг хорошо устреляется Пистящий рокет Хотя в целом по карте медленно очень двигается Даханг Вяленько, медленно Особо не спешит Дико не вкладывается даже в стрейф Даже кнопки как-то еле-еле жмет Так, погоня 45 секунд У Даханга 45 секунд для того, чтобы сделать фраг Чтобы подарить себе кучу Положительных эмоций Кулеру надо шкериться Ой, опасно Ульта В никуда сферу не попадает Даханг Иииииииииииииии... Даааа Кулер делает фраг Два-два Два-два на ЗТЭНе Он мог, кстати, дальше стоять на лестнице Но Антону сверху было, конечно, гораздо проще стрелять Он не часто попадает ультой С ультой сорога, ну, в некоторых позициях очень тяжело просто понять Нужно поднимать выше прицел, чтобы как бы слизь, ну, как бы летела по спирали, по дуге Да, не по спирали, а по дуге И Антон иногда вообще не поднимает прицел во время стрельбы Решающий раунд, 2-2 Карта за ТН В течение ближайших пары минут Все решится Кто топ-3, а кто топ-4 Никс против сорога Кулер вообще пик не меняет, кстати, абсолютно Раунд за 10 тысяч баксов Ого Даханг такой спокойный Антон, так Заподозрел, что противник стоит здесь Уоу Не очень Ай Хороший спам от Даханга Предугадал нам, что противник стоял там Хотя возможно он видел эту линию, которая показывается при телепорте Ее, конечно, по-хорошему надо убирать Не думаю, что это прям запланированная такая штука Когда телепортируешься, заходишь в телепорт У некоторых персонажей видно, что они телепортнулись Не знаю, всех ли, но некоторых точно Вроде Не знаю, как на ихнем билде Потому что в игре показывается не совсем то, что мы смотрим со стороны Красная с Антоном, нормально Все норм Пока норм Две минуты Ох, да Хуанг Он так расчетливо играет Даже вот что-то похоже на Рафа Ой, какой Рокет отличный Рауль Ташафт 2 хп Да! Кулер убивает его с Лизью 50 хп у него остается И красный тоже за ним С аптеками главное сейчас решить вопрос Галена Ничего страшного Жить можно Это Галена Ой-ой-ой Что-то лагает Что лагает? У кого? Ох, жесть 100 хп Брони Брони практически нету Рейл 35 хп Не рискуй Блин, нигде аптек нет Вообще нигде 80 60 Еще 80 Галена Галена отступает Хп у него очень мало И вот куда из этой комнаты идти На самом деле опасно отсюда выходить Если тайминги у Антона есть То в принципе его устраивает Что он сейчас соберет аптеки Восстановится Противник заберет мегу Если тайминги есть Так Две аптечки раз Третья аптечка сейчас здесь заресается Вместе с броником Два Хорош 125 на 50 Нормально Удивительно повезло сейчас с таймингами кулера То что появляется красный Но он боится его брать И ждет выхода от противника Так Руки-джамп Воу-воу-воу-воу Какой мув от Даханга Он сделал руки-джамп на третий этаж Вместо того, чтобы взять красный кулер По таймингу После руки-джампа выстрелил И сам же получил в ответ дэмэдж Хорош 90 Отличный выстрел Опасный Нужно отсюда как можно быстрее выходить Пока есть возможность Тотем Минус тотем Блин, сейчас противник зайдет в телепорт Опасно Антон, беги 80 урон А ульта в никуда Аааа Что? Что? Где произошло? А, рейнджер еще остался Он убил его слизью А сам потерял сорога на рельсе Сфера Инвиз от... Господи, ничего не успеваю Что происходит? Антон, по-моему, ушел в инвиз Да, ушел в инвиз Сразу после сферы Как только увидел ее на красном Красный досталось Антону Опасная перестрелка в узком проходе Рельса мажет Да, Хангар Господи, Кулер делает фраг с Нейлгана И все-таки выигрывает этот раунд И занимает все-таки третье место Ну, наконец-то Господи, хватит Антон, хватит Ха-ха-ха-ха Чуть не упал Ну, слава богу Третье место Ну Файнали Да, да Да Мать твою Да Я сделал это Да Блин, Тоха Ну, хорош Хватит издеваться над людьми Ну, сколько можно Антон Сеньгов Третье место Квейкон 2017 У меня есть вода, пацаны У вас нету Да Это было плотно, это было сложно, это было трудно Но это не конец, ребята Это всего лишь матч за третье место В гранд-финале Квейкона Турнира за 150 тысяч баксов за первое и второе место в сумме Будет играть белорус Кволлс Против Против Ву Лучшего промо... Лучшего пейнткиллера Прошлых лет Жесть Во сколько будет финал, не знаю Либо сейчас, либо после финала Сакрифайса Поэтому особо не разбегайтесь, дождитесь Поверьте мне, это будет стоить того Будем болеть за Белоруса Команда по... Господи В командном режиме наша команда с участием трех игроков Из России, Украины и Белоруссии Тоже попала в финал И этот самый финал должен быть либо сейчас, либо после финала в один на один Непонятно когда Вроде как после финала Сейчас подождем, через пару минут нам, я думаю, подскажет Это было клево КОКАИНО! 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 Гифка в чате пацаны, масс репост Гифка просто огонь, а вот ты лучший Обожаю эту песню Субтитры создавал DimaTorzok Это медаль, ты знаешь? Так что, я должен идти на сцену позже И быть топ-3 И... Да, я могу сказать 31 лет, но все еще топ-3 И... Бронзовая медаль, и это для России, для Na'Vi И для моей семьи, и для всех моих фанатов Ничего себе фразочка Это медаль для Na'Vi, для моей страны, для меня, для всех фанатов Подчеркнул лично раз Антон, что ему 31 год Очень какой-то частый акцент он делает в последнее время на возрасте Замечаю за ним Зависит от разработчиков, что... И я очень хочу апректировать И... 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 Блин, я, ржу просто Корень, это было очень... Такое, знаете, обращение от всей нации просто в сторону разработчиков Что-что, типа, дайте нам возможность зарабатывать деньги, это очень важно для нас, то, что это чемпионат мира Ну, типа, развивайте Quake, старайтесь сделать его лучше, типа, мы верим в вас, это очень важно для нас Короче, там была просто речь от бога, я не стал просто дословно переводить, но суть была понятна Ой, господи И вот в конце что-то про кроссовки он сказал, а, он сказал, клевые туфли Антон оценил, да Ну, вот, немножко квейкона на ваших экранах Ну, короче, намекнул он на то, что, типа, игру надо допиливать, понятное дело, я думаю, что разрабы поняли, о чем он Я думаю, что он с ними там еще и пообщается, по мере возможности Бога на таких ивентах, есть такая возможность пообщаться именно с разработчиками игры Ну, сказал, как боженько Ой, душевно было Ну что, когда Сакрифайс? Сейчас узнаем Сейчас или потом Кстати, на этом случае я тут одну интервьюшку нашел, которую я не смотрел Интервью с кулером на медиамаркте Давайте заценим Скоро в этом же месте турнир по первому старику Попал достаточно обычно, как это обычно бывает, то есть путем переговоров Параллельно рассматривал другие предложения от различных команд, не буду называть Тем не менее, их было достаточно много, но Na'Vi для меня это наиболее подходящий вариант Даже не с точки зрения каких-то условий, хотя условия тоже на очень высоком уровне, а с точки зрения того, что эта команда для меня более ближе, скажем так Ты за них давно болеешь? Ну, я вообще, скажем так, с ними общаюсь и общался еще со времен формирования этой команды И, ну, с учетом того, что они все-таки представляют еще СНГ и регион, то есть для меня это более подходящий вариант Но зарубежные тоже пытались тебя, да, заходить? Да, конечно А, раз, давай расскажи про Quake Champions Как твои впечатления с точки зрения огромного опыта? В чем отличия, что они попытались сохранить, что в новую привлесли? Что удачно, что пока не очень? Ну, я считаю, что определенно идея создания различных персонажей, множества персонажей с различными способностями, она 100% актуальная и перспективная, скажем так Дуэльный мод, я тоже считаю, будет одним из популярных Что касается в целом разработки, то я, в принципе, не доволен, как она идет В том плане, что слишком медленно Потому что у меня за спиной есть определенный опыт работы в геймдеве И, ну, то есть я имею представление, как это должно быть И с какой скоростью должны проходить обновления С какой скоростью должна игра апгрейдиться И пока что я не наблюдаю того самого уровня, который, собственно, хотелось бы Это, скажем так, на сегодняшний день моя единственная, наверное, претензия Вот Ну, из плюсов я уже сказал, что это персонажи Это дуэльный режим Множество серверов, например Различные настройки, которые позволяют игрокам Ну, как-то индивидуально под себя настроить Ну, весь профиль игровой Ну, то есть это для меня тоже, я считаю, существенный момент Ну, то, что игра достаточно требовательная К сожалению, от этого уйти никак не получится В любом случае нужно будет машину либо апгрейдить Либо иметь уже какую-то достаточно мощную Еще, кстати, хотел отметить, что игра бесплатная То есть, ну, это, конечно, не критично Тем не менее, это, ну, скажем так, плюс То есть, определенно для игроков потенциальных Это, ну, не составит никакой преграды За нее платить не нужно Там, например, как, ну, по сравнению с Overwatch Никому не нужно будет, там, две тысячи рублей, например, тратить на игру То есть, я вот уверен, что для СНГ региона Это, ну, существенная все-таки цифра С учетом, ну, скажем, аудитории Ну, определенного возраста достаточно низкого Любимый герой есть уже? Ну, я не могу выделить какого-то одного героя То есть, обычно все профессиональные у нас игроки Они имеют какой-то пул героев Которому они отдают предпочтение И, может быть, даже не с точки зрения того, что он может нравиться Они могут нравиться А с точки зрения, что они технически более подходят к стилю Соответственно, у меня также сформировался определенный пул героев Это Никсай, это Рейнджер, это Вайзер, это Клач, Скейлбирер Ну и, пожалуй, все На самом деле, то есть, я больше склонен играть за персонажей Которые имеют физику и механику из обычного квейка То есть, там, нажал вперед, пошел вперед Нажал прыгать, прыгаешь То есть, там, стрейфджампы Это все То есть, я не люблю, например, там, Монарки Или Сарлагов, которые СПМА, физика Но вот Клач, это герой, он не типичный Тем не менее, за него мне пришлось научиться играть Потому что он весьма актуален на сегодняшний день Вот на текущий момент в плане билда игры Он достаточно мощный И его обилка, и его передвижение по карте в кубе Они делают его определенно немного выше, на мой взгляд По сравнению с другими игровыми персонажами Поэтому за него я тоже вынужден играть и буду Ну, вынужден прям так звучит, как бы тебе не хочется Ну, изначально я не хотел, то есть, он мне не нравился В связи с тем, что он достаточно крупногабаритный У него очень большой хитбокс То есть, с него очень много попадает, залетает Соответственно, очень много демеджа идет И, ну, тяжело так играть, когда в тебя попадается практически все То есть, мне он не нравился Но когда его пофиксили и немного забустили В плане мувмента, в плане того, что у него очень быстро щит копится Который дает, соответственно, блокировку входящего демеджа После этого он стал прям весьма актуальным Понятно Ну и напоследок, блиц Три коротких вопроса Мега или Ред Армор? На самом деле, зависит от ситуации, но больше склонен к Армору ДМ-6 или Зетенды и ДМ-1? Пока ДМ-6 И Рокет или Рельс? Рокета Вот такой видос Посмотрел я, наконец-то, это интервью Долго она лежала у меня в закладках Никак не нашел на это время Так, кулер из бэк А, ну, видимо, это нарезка Друзья, мы ждем информации с оффстрима Что сейчас происходит в Америке И тут написано, что сейчас гранд-финал по Сакрифайсу То есть гранд-финал в дуэльной дисциплине Боже, как же это тупо Сначала проводить игру в одном режиме, потом в другом Потом в одном режиме, потом в другом Но это реально дебилизм Отпустили бы дуэлянтов, чтобы они спокойно уже Расслабились Все было бы нормально Нафига так страдать-то? Смысл? Короче, через 10 минут начало Сакрифайс финала Потом гранд-финал в 1 на 1 Финал в формате 1 на 1 будет где-то часов после 11 По Москве То есть часа через Через час, через полтора, через два ХЗ Ммм, неясно Мда Готовы ответить на ваши вопросы? Задавайте А я сейчас пока посмотрю, что еще можно посмотреть Так Игра с клоузом Все игры кулера на ютубе уже у меня на канале лежат Ссылки на мой канал, я думаю, найдете в описании стрима Ну или просто ZergTV Группа ВКонтакте ZergTV YouTube ZergTV Все ZergTV Везде ZergTV Все промокоды ZergTV И все ZergTV Что на сегодня? Меня сомневаюсь, что я дозвонюсь в Америку Лучше мы возьмем у него отдельное интервью Когда он уже отдохнет и вернется Я его как раз об этом обязательно попрошу Забиваю точнее даже Ссылка на видео представлений игроков У меня в группе ВКонтакте есть Так Хм-хм-хм-хм Так. Так. Вопросы. Инстаграм Зерк ТВ? Нет. В инстаграме меня нету. Так. А сколько вчера стрим закончился? Наверное в 4 утра или что-то в этом духе. У меня было своевременной комментирования игры кулера, потому что я не могу физически функционировать 18 часов и комментировать больше 12. Это тупо невозможно. Я сегодня проснулся, скачал запись игры Клоуза против кулера, откомментировал её полностью от и до, не зная результата, и выложил к себе на канал. Можешь посмотреть. Кстати, этим вы сейчас можете заняться. У меня на ютуб канале как раз все эти записи лежат. Сейчас покажу, если кто-то не верит. В турнирах не участвуешь. Участвую, ты просто не приходишь на мои стримы. Как минимум в 5 турнирах я уже участвовал. Вот у меня на канале Quake Champions гайды, турниры, игры 1 на 1, чемпионаты мира. И в этом же плейлисте, в самом низу, 2 матча, и здесь же будет 4 игры. Все игры кулера и там же рейсерафа. Вот они. А вот и здесь надо бы это засунуть в нужное место в нужное время. Сколько было пропущенных в 3 ночи? Были, кстати, несколько, но... Если бы я всю ночь не спал, то я сегодня был бы еще как робот. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так... Вот все катки. Вам кажется... Не кажется, как-то кулера много немножко на экране? Раз, два, три, четыре... Три, четыре, пять, шесть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сплошный кулер. Этот захлеб писал. Айх, жалко, я не видел. Ждется смотреть командный финал. Звук игр. Айх, жалко, яBER чехова. С 對不對- С В Останем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и посмотрим так выше было нет хокс в плейлистах так ну ка щас посмотрим так плейлист чемпионаты мира да вот они все записи а вот только сделай название соответствующие одинаковые лизы но ориентируясь по 16 и 17 ребят как вы относитесь к щас щас и Сейчас, секунду. По тонкам нет. Ты что, рестримишь через браузер? Ник кулера в поле стене правильно написан? В смысле? Это где? О-о-о-о! Ну всё, за это надо удалять. А вот поправь, пожалуйста, у кулера две буквы О и две буквы Л в нике. Ну, видимо, просто писали название ролика поздно ночью и в очередной раз ошиблись. ЧС, понятия не имею, это было пять лет назад. Да, не кулера пишется через две буквы О и две буквы Л. Там. Так, ребят, как вы относитесь к честности? То есть я вот считаю, что каждый человек должен честно отвечать за то, что он делает. И если он делает что-то неправильное, то за это нужно какое-то наказание человеку. Короче, нужны желающие помочь. В общем, коротко и ясно. Шаг первый. Переходим по ссылке из чата, который я скинул. Вот ссылка. Это видео на то, как один неадекватный школьник пытается выдать в интернете себя за меня. Обычно, когда у школьников сперматоксикоз, они любят такие вещи делать. Короче, переходите по этой ссылке. Нажимаете кнопку «Еще». Вот она. Прямо под видео. Нажимаете «Пожаловаться». Выбираете пункт «Спам». И выбираете пункт «Вводящий в заблуждение текст». Указываете тайминг на 12.20. И пишите здесь текст, то что... Пишите своими словами короткий текст буквально в одно предложение. Что автор этого видео выдает себя за другого человека. И то, что настоящий Зерк ТВ это я. И можно кинуть ссылку на мой YouTube канал сюда же. То есть, грубо говоря, не списывайте прям вот полностью текст. Но напишите просто от своего лица. Кнопка «Еще», кнопка «Пожаловаться», «Спам», «Вводящий в заблуждение текст». И пишите здесь то, что этот господин не настоящий. И можете кинуть ссылку на мой YouTube канал, чтобы этого парня наказать. Анально. Большое спасибо. Но Витрайал поддержал нас 11 рублей, хехи. Хехи, спасибо Витрайал. Анс поддержал ваш канал на 322 рубля и сообщает. За Антошку. Спасибо, Александр, за эмоции. Спасибо, Анс. Как узнать, что он выдает тебя за себя? То, что в названии его ролика мой ник, и то, что, наверное, в этом ролике он выдает себя за меня. Ну, как бы, псс, капитан очевидность. Короче, для тех, кто выполнил данный квест, очень сложный. Плюсик в чат и большое спасибо. Можете еще и минуснуть. Можете в комментах еще про его семью что-нибудь написать. Он не обидится. Он привык. Спасибо. Люблю вас. Так, ну что, будем смотреть гранд-финал по Сакрифайсу. Ну, все-таки, единственный хотя бы матч от начала до конца есть смысл глянуть. Хотя бы просто фоном. Лично у меня по-любому случится эпилепсия под конец этой игры. Спасибо, чат.